Всем любителям моддинга Майнкрафта, с вами Ерон, и сегодня я расскажу об обновлении Railcraft версии 8.1.0.0, в котором добавили две очень вкусных штукенции, которых вы точно захотите иметь у себя дома, хотя бы в одном экземпляре. Во-первых, это Firestone, в котором можно перевести как огненный камень. А во-вторых, это эмблемы, которые выполняют пока что декоративную роль, но тем не менее, об них я расскажу в конце видео. Пока что мы начнем с Firestone. Firestone позволяет в 40 раз быстрее разогревать бойлеры, а это значит, что вы в 40 раз быстрее сможете получить заветную биллкрафтовскую энергию в больших количествах. Итак, что же нужно, чтобы получить Firestone? Я вам покажу шаг за шагом. Во-первых, вам нужно сбегать в Nether и найти Firestone-руду, но тут вас ожидает подвох. Если вы используете обычную кирку, вы добудете обычную Sulfur Ore, что можно перевести как Selytra. Поэтому вам нужна кирка с зачарованием на Silk Touch. Silk Touch, в общем-то, встречается довольно редко. Он еще переводится как шелковое касание в русской версии Майнкрафта. Поэтому вам будет довольно трудно сделать такую кирку. И выбываем Firestone. И вот тут начинается самое интересное. И вокруг вас начинает спауниться огонь. Иногда это редкие огоньки. Иногда образуется сплошной огонь, ковер из огня. Но в принципе это не важно, поскольку этот огонь не обжигает вас. Но, к счастью для вас, обжигает обыкновенных зомби. Сейчас я вам это покажу. Так что можете взять с собой одну штукенцию такую, ходить вокруг и сжигать все, что способно сгорать. Клевая штука, правда? Ну, умирайте. Ребята, у меня тут демонстрация. Ой, подождите. Может, сейчас тут должны ночь устроить? Давайте, давайте. О, хорошо горим, хорошо горим, хорошо горим. Иди сюда. Иди сюда. Видишь, я не горю. А ты сгоришь. Дурачок. Ну, а мы тем временем вернемся к нашему обзору. И побежим крафтить первый ингредиент. Во-первых, нам нужен Rock Crusher с включенными двигателями. Куда мы засовываем Firestone Ore. И получаем первый элемент, который необходим нам для крафта. Дальше мы берем вот этот... Это можно перевести как сырой огненный камень. Который тоже, кстати, дает огонь вокруг вас. Все так же, но намного реже. И нам нужны четыре алмазных кирки. Причем это должны быть абсолютно новые алмазные кирки. Тогда вы сможете скрафтить то, что нужно. Дальше мы получаем ограненный Firestone. Который мы используем в следующем крафте. Четыре редстоунных блока. Четыре ведра лавы. По углам. И получаем очищенный огненный камень. Но он не заряжен. А вот теперь, ребята, начинается самое интересное. Ради чего стоило смотреть этот дурацкий ролик. Бежим в Незер. В три прыжка. Понеслась. Нам нужно зарядить этот Firestone. И для этого нам нужно огромное количество лавы. Где у нас много-много лавы? Правильно. В Незере. Причем совершенно бесплатный и на халяву. Поехали. Поехали. Опускаемся. И теперь. И теперь. И теперь. Так. Мы забираем прошлый камень. И я вам покажу, что нужно делать. Просто кидаем в лаву. От души. И он начинает всасывать в себя лаву. И так вот. Для того, чтобы зарядить Firestone полностью, нам нужно пять тысяч кусков лавы. Причем лава-сурс, так называемых. Так что он высосет целое озеро лавы. И это занимает довольно много времени. Поэтому я этого делать не буду. Я использую уже готовый и заряжен Firestone. И покажу его в действии. Ну, посмотрите, какая магическая красота. А теперь я вам покажу Firestone в действии. Обратите внимание, что заряженный Firestone, очищенный Firestone или незаряженный одинаково не дают огня вокруг вас. Поэтому вы можете ходить с ним и смело где угодно. Вы его просто так кладете вот сюда. И вуаля! У нас сумасшедшей скоростью пошла расти температура. И посмотрите, как медленно он израсходуется. То есть, как раз будет израсходоваться все пять тысяч пунктов той лавы, которую он в себя всосал. Это же просто прекрасно. Я подсоединил работающий бойлер к вот такому обычному железному бочке из Railcraft'a. Куда у нас будет излишек пары идти? А также я вам хочу рассказать следующее. У вас возникает резонный вопрос. Герон, а откуда, собственно, магия взялась в Railcraft? Ребят, ну это очень просто. Создатель Railcraft'a, Covered Jaguar, играет на специальном сервере 4G Craft, где тусуются разработчики модов, и они там тусуются и тестируют свои моды. Всякие там альфа, бета-версии и так далее. У них там достаточно весело, потому что вечные вылеты, глюки, зависания, где-то постоянные вайпы, постоянные ресеты, серверы и прочие технические неурядица из-за того, что все моды, которые там тестируются, очень-очень сырые. И все это делается для того, чтобы потом с этими глюками не мучились непосредственно сами игроки. Так вот, на этом сервере очень много всяких разработчиков магических модов. Там и Азонор, который создал Таункрафт, там же разработчики Арс Мэджики 2-й, Эквивалент Экченджер 3-го, Эквивалент Экченджер 2-го, ну и так далее по списку. Нет ничего удивительного в том, что, посмотрев внимательно поблизости на их творчество и постоянно общаясь с этими людьми, Covered Jaguar тоже запилил какую-то магическую фигурину в свой мод. Ну а мы сейчас переходим к эмблемам. А теперь мы поговорим об эмблемах, которые крафтятся в специальной машинке, которая называется Engraving Bench. Которая крафтится не таким незатемным образом. Во-первых, 4 стальных пластины, обыкновенный верстак, 2 пистона, книжка и алмазная кирка. Тоже новая. Также нам понадобится обыкновенное билкрафтовское электричество и сталь, которую мы кладем в этот слот. Дальше нам нужно по умолчанию, тут доступно не так уж много эмблем. Дополнительные эмблемы вы можете разблокировать, вводя вот здесь специальный код. Вот, например, давайте мы попробуем Crazy Star. Yes, success! Где можно найти эти коды? Коды можно найти на блоге Railcraft, можно найти в Твиттере разработчика Railcraft Covered Jaguar. Либо на его YouTube-канале, там у него летсплеи, описание его там всяких обновлений, ну и так далее, там подобное. Также можно сочетать эти эмблемы с оградами, но только металлическими оградами. Ни каменные, ни деревянные вам просто-напросто не подойдут. Вот, их можно ставить вот таким вот незахитейливым образом, где-нибудь, я не знаю, вот так. А почему текстура не отображается? Путем тестирования я выяснил, что эмблема на постах или на оградах не отображается, если у вас есть Optifine. Может быть это баг конкретной версии Optifine в сочетании с конкретной версией Railcraft. Если вы знаете, как это и проблемы решить без удаления Optifine, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Также были добавлены новые декоративные блоки. Для этого мы бьем обыкновенный Nether Brick. Я сказал Nether Brick, а не Nether Slabs. И их можно переплавить вот такие в Nether блоки, из которых можно скрафтить разными способами. Вот такие симпатичные кирпичи, вот такие кирпичи, вот такие кирпичи. И даже можно засунуть вот эти Nether блоки, которые выглядят вот так вот. Нет, вот, вот, вот. Где у нас Nether блоки? Вот они. Вот так вот. Можно их засунуть в Rock Crusher и получить вот такие, вот такой красный симпатичный булыжник. А на этом все. Если вам понравилось, то ставьте лайк или там пишите что-нибудь позитивное в комментариях. Можно даже подписаться, если хотите больше интересных видяшек. А на этом все, поскольку, собственно говоря, все остальные изменения в Railcraft 8.1.0.0 касаются всевозможных бага-фиксов. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok